Добрый день, коллеги! Очень рада вас видеть на сегодняшнем вебинаре. Уверена, сегодня мы получим и пользу, и удовольствие, как это всегда бывает на вебинарах Директ Академии. Итак, сегодняшняя тема звучит так. «Лучшие онлайн-курсы всех времен и народов». Приношу извинения за отпечатку, допущенную в заголовке. Вот, значит, собственно, эта тема, вот она давно всех волнует. Я знаю, что ломается немало копий в спорах о том, как надо оценивать качество онлайн-образования. Вот, и вот один такой подход, достаточно хорошо проверенный уже годами, и дающий интересные результаты, я хотела бы себе представить. То есть сегодня мы познакомимся не только с курсами, которые признаны лучшими за все время движения массовых онлайн-курсов, но и копнем немного в сторону того, как, собственно, определяется это качество, по каким параметрам оцениваются, на основании чего люди оценивают, то есть эксперты приходят к выводу, что именно вот эти курсы являются лучшими. Итак, давайте посмотрим, значит, после этого, что вы сможете сделать самостоятельно, так это искать и находить лучшие онлайн-курсы, конечно, в контексте ваших образовательных целей, потому что сам термин качества и тем, что тем более, вот самое высокое качество, лучшие курсы, можно понимать только, так сказать, на том сегменте, для которого эти курсы интересны, для которых они важны. То есть вы можете находить для себя самого, для себя самих, для ваших организаций, для ваших подопечных лучшие онлайн-курсы в масштабе, собственно, всего движения. Еще раз, вернее, хочу заметить, что сегодня мы будем рассматривать курсы, которые сделаны в формате массовых онлайн-курсов. Вот. Не все, так сказать, вечно идет о классическом дистанционном образовании сейчас. Сегодня мы рассматриваем лучшие массовые онлайн-курсы всех времен и народов. Почему, собственно, такие вебинары, как сегодняшний мой вебинар, актуальны? Я, так сложилась судьба, что я стала достаточно много учиться в онлайне, я об этом говорю постоянно, и в результате я сама вот цифровые образовательные ресурсы изучила достаточно хорошо. И когда я стала рассказывать, делиться своими знаниями с другими, я поняла, что это очень востребованная тема, потому что люди, так сказать, раньше просто как бы не знали о том, что есть такие возможности. Их не было до, допустим, 2011 года. Такая масса возможностей. А сейчас этих возможностей стало просто слишком много, что вызывает вот некоторый такой аналитический паралич и ступор при выборе направления движения, как мы говорим, при прокладывании вашей индивидуальной образовательной траектории. Поэтому актуальна очень остается тема навигаторов по интернет-пространству в поисках того, что устраивает лично вас. И поэтому я так получила, что я, конечно, человек, который эту тему хорошо знает, периодически в той или иной форме составляю вот такие навигаторы. И все это продолжает оставаться актуальным, потому что, смотрите, на эту диаграмму очень интересную. Я ее буквально откопала позавчера, когда готовила эту презентацию. На платформе Class Central появилась вот, собственно, информация, такое высказывание от Хавал Шаха, основателя и генерального директора вот этого портала. Портал Class Central, просто чтобы вы знали, это тоже полезный, это один из моментов навигации в интернете. Создан был в 2011 году как портал такой аналитический, информационно-аналитический по онлайн-курсам. Тогда еще никто не предполагал, что все это разовьется в немысли. Такой буквально, вот иногда это говорят, называют экологической системой. Я это в последнее время называю такой океан соляриуса массовых онлайн-курсов. Тогда еще не предполагал никто, что это будет развиваться так быстро. И Хавал Шах основал такой вот портал, где предполагал размещать аналитику. Раньше он там был один, все время писал аналитические отчеты, обзоры. И сейчас там, конечно, значительно больше сотрудников, потому что охватить весь этот океан соляриуса в одиночку совершенно невозможно. Так вот, я прочитала его высказывание. Когда я запускал Класс Централ в ноябре 2011 года, в мире предлагалось около 18 бесплатных онлайн-курсов. Почти все они были от Стэнфорда. Ноябрь 2011 года – это время создания как раз курсер, таких порталов, как Курсера, которые сейчас знают все от Стэнфордского университета. И второй по мощности портал, ныне портал ИДЭКС, от Массачусетского технологического института. Так вот, в 2011 году в конце таких бесплатных курсов, которые они предлагали, было 18. И большинство из них были от Стэнфорда, но остальное, видимо, от ИДЭКС. Что потом наблюдалось? Посмотрите, как все это росло. Что наблюдается сейчас? По данным на 2011-2019 год, то есть в настоящий момент, в мире предлагается 13 тысяч онлайн-курсов от более чем тысячи провайдеров, то есть тысячи разработчиков университетов. Поэтому тут обязательно нужен навигатор. В той или иной форме. И один из вариантов, я уже рассказывала, я писала, просто мне предложили написать статью, такую большую-большую, и тогда вылилось в книгу. Навигатор для тьютеров-предподавателей по образовательным ресурсам интернета. Ее можно купить на сайте Межрегиональной тьютерской ассоциации. Очень получилась даже невредная, я могу утверждать, книжка. По крайней мере, по отзывам тех, кто ее читал, и по отзывам моих студентов. И цель была одна. Уверенно навигировать по ценным образовательным ресурсам интернета, их находить и использовать. Тем не менее, продолжая вот этот вот запрос на навигаторы по образовательным ресурсам сети, он остается очень актуальным. Поэтому, собственно, мы и сделали вот этот вебинар, который, так сказать, ориентирован не просто на изложение информации о лучших курсах, но на помощь коллегам в навигации по образовательным ресурсам сети интернет с целью выбора и использования тех ресурсов, которые в наибольшей степени соответствуют их запросам. И база этого, собственно, рейтинга... Да, вот сегодня я вам предлагаю такой навигатор в виде рейтинга лучших курсов, которые составлены агрегаторами онлайн-курсов. Что такое агрегатор онлайн-курсов? Это портал, который агрегирует, то есть собирает информацию о имеющихся образовательных ресурсах, там и предлагает, и доводит ее до потенциальных слушателей этих курсов. То есть, если вы зайдете на сайт онлайн-центр, онлайн-класс-центр, вы увидите там предложение разных курсов от разных провайдеров, там их очень много, вы выбираете лучших, вы выбираете тот курс, который вас устраивает, кликаете на этом курсе, попадаете на сайт провайдера, то есть разработчик университета, записываетесь на этот курс, вы его изучаете и оставляете отзыв о том, как вам этот курс понравился, подошел, сколько пользы принес и так далее. Этот цифровой след сохраняется и на портале ClassCentral. Таким образом, на портале агрегатора массовых онлайн-курсов накапливается информация о том, как оценивали тот или иной курс слушателей, попавшие на обучение через этот портал. Понятно, да? То есть там хранится цифровой след, и путем обработки этого цифрового следа, то есть закончил, не закончил, оставил след, оставил отзыв, не оставил, вот эта информация используется уже на порталах ClassCentral для аналитики разного рода, в том числе для составления рейтингов онлайн-курсов. Вот что такое рейтинг лучших курсов глобального агрегатора. Ведется этот рейтинг с 2015 года. Тогда было тоже очень мало курсов. Я впервые составила этот рейтинг, вернее, я взяла рейтинг еще 2016 года. Это было топ-50, то есть 50 лучших курсов всех времен и народов, то есть за все время развития МУМ-движения. Впервые я столкнулась с этим рейтингом в 2016 году, я очень внимательно к ним отнеслась, использовала его тоже для написания статей, которая опубликовала в сборной культурской конференции. Извините. Вот. То есть этот рейтинг лучших курсов всех времен и народов, что значит лучших всех времен и народов, это значит за все время существования МУМ-движения. Первые составы в 2016 году. Сегодня с вами мы будем рассматривать рейтинг версии 2017 года. Так. Да, поступил запрос от... Александр Александрович Андреева. Почему нельзя скачать презентацию? Наверное, потому что я не поставила галочку. Теперь презентацию скачать можно. Итак. Значит, в 2016 году это был рейтинг топ-50 лучших курсов. Начиная с 2017 года составляется рейтинг топ-100 лучших курсов. Почему топ-100? Почему 50 перешли в 100? Потому что курсов стало больше, отзывов стало больше и, соответственно, больше возможностей для того, чтобы достоверно выявить, обработать и выявить лучшие курсы. Вот. Сегодня, повторюсь, мы с вами будем рассматривать лучшие курсы по версии 2019 года. Какая методология? Вот это интересный момент. Значит, лучшие курсы выявляются... Так, кстати, есть курсы... Вот это... Есть рейтинг лучших курсов всех времен и народов за все время существования МОГ-движения. Но есть еще и рейтинг 10 лучших курсов года. А есть еще и рейтинг 10 лучших курсов месяца. То есть, на самом деле, мы сейчас, так сказать, располагаем большим объемом информации относительно того, какие курсы являются лучшими, кто их делает лучше всего, какие из них наиболее востребованы. Вот. То есть, вот такой объем информации доступен нам сейчас на портале агрегатора класс-центра. Как выявляют лучшие курсы? Вот здесь вот принципиально что? Что вычисляется Байсовская вероятность. Байсовская вероятность – это, собственно, вероятность того, что... Это, собственно, одна из основных теорий, теории вероятностей. Она позволяет определить вероятность какого-либо события при условии, что произошло другое статистически взаимозависимое с ним событие. Значит, другими словами, здесь, когда вычисляют лучшие курсы, вот вычисляют Байсовскую вероятность того, что по данному курсу будет получен положительный отзыв при условии, что эти отзывы получены вообще. Вот. Такая вот штука вычисляется условно вероятность. То есть, почему это делается? Для того, чтобы уравнять возможности попадания в топ-100, для курсов, на которых очень много народу учится, и для тех, где народу учится мало. Потому что на новые курсы народ идет не так активно. И было бы неправильно, так сказать, относить это за счет низкого качества этих курсов. И такой отзыв, что еще немаловажно с точки зрения методологии, что вот это качество, место в рейтинге вычисляется после того, как человек на этом курсе обучился. То есть, он его попробовал. Он не просто на него посмотрел. Он через себя все это пропустил. То есть, вот такой подход, он соблюдает, значит, строится на принципе равных возможностей для всех курсов. На том, что не только контент оценивается, не только структура, но оценивается еще, собственно, все в процессе, сам процесс обучения оценивается. То есть, как бы, вот этот вот единый образовательный опыт, про который я очень часто говорю, когда провожу свои вебинары. Вот. Таким образом, значит, БАИСовская вероятность, это вероятность того, что будет получен положительный отзыв, при условии, что этот отзыв получен вообще. Вот если, так сказать, самый краткий пример для этого, например, если всего было 10 тысяч студентов, и от них получено 100 отзывов, из этих 100 отзывов 20 положительных, то условная вероятность получения положительного отзыва по формуле, которая перед вами, вот она, вот эта формула. Так сказать, я могу как-то это подчеркнуть. А вот есть указка. Вот она. Так, нет, не вижу указки. А вот, это формула БАИСа. Вероятность, вычисленная по формуле БАИСа, будет 4%. Вот. Конечно, такие вещи рассчитывают при большом количестве, отзывов, такие вещи сложно рассчитывать. Но еще полезно то, что вот эту формулу можно легко пересчитать с помощью компьютеров, конечно, если и когда получена дополнительная информация. То есть пришли дополнительные положительные отзывы, формула быстро пересчитывается, место в рейтинге меняется. Вот. То есть, так сказать, активно применять вот эту БАИСовскую вероятность стало возможным только, когда появились современные усилительные мощности. Так, вот относительно того, относительно методологии. Да, и еще что. Значит, рейтинг, который мы с вами сейчас рассматриваем, он получен на основе 60 тысяч отзывов. Вот. Всего. Что, в общем-то, вызывает уважение. После того, как вычислены вот эти БАИСовские вероятности, БАИСовские, составляется рейтинг, причем отсекаются те курсы, где меньше 10 отзывов. В наших масштабах это, кажется, очень мало, но это действительно мало. То есть низкий порог специально введен для того, чтобы в рейтинг могли попадать и новые курсы. Меньше 10 отзывов. Удаляются также курсы с явно низким рейтингом. То есть там, где, допустим, слушателей много, отзывов много, все они исключительно плохие. И те курсы, которые сняты с производства, то есть те, которые уже не будут предлагаться и которые поэтому не влияют на, не могут учитываться при выборе, фигурировать в последующих, так сказать, образовательных решениях. Вот такая методология. Коллеги, я понимаю, что, может быть, это звучит достаточно сложно для некоторых из вас, поэтому пишите, пожалуйста, вопросы. Ваши вопросы пишите во вкладке «Вопросы». Хорошо, вот тут вот есть вкладочка «Вопросы». Пишите туда. Я на них обязательно отвечу. Итак, вот на основе, как составляется, собственно, этот рейтинг. А теперь давайте перейдем непосредственно к рейтингу. Какие же курсы попали в этот рейтинг в 2019 году? Во-первых, речь идет о лучших бесплатных онлайн-курсах. Что значит бесплатные? Бесплатные – это значит, что бесплатный контент точно. Не факт, что… Но, скорее всего, за сертификат придется заплатить. Но заплатить стоимость сертификата зависит от пропортала. Я на предыдущем, вернее, на втором нашем вебинаре, когда мы рассуждали о монетизации массовых движений, то есть монетизации в массовых онлайн-курсах, там было рассмотрено много всяких защеленных методов монетизации. И вот самый первый, который стали применять, это платные сертификаты, то есть платные документы. Учиться вы можете бесплатно. Документ платный, причем стоимость зависит от портала. Самый дешевый – это на Курсере. Там 1800-1900 рублей стоит сертификат. На других порталах, в частности на Фьючер Леон, он стоит уже на наши деньги 4000 рублей. Но все равно это вполне доступная плата. Так, то есть речь идет о бесплатных онлайн-курсах, где бесплатный контент точно. Так, и давайте посмотрим на общие характеристики нашего рейтинга. Сколько всего университетов-разработчиков в этом рейтинге? 53. Вот, 53 университета. Всего стран-участниц 18. Что очень представительный, на самом деле, рейтинг. 53 университета попали в рейтинг топ-100. Эти университеты расположены в 18 странах. Вот такое масса движений, массовых онлайн-курсов, вот такой его охват. Кто лидирует среди платформ-провайдеров? Где, собственно, живут эти лучшие курсы? Половина этих лучших курсов, 45 из 100, живет на Курсере. Что в общем? Вторая, так сказать, дальше следует ей и ДЭКС, 24 курса из топ-100. И следующий – это фьючер-лён. То есть вот эта картина лидеров в рейтинге соответствует картине лидеров в целом в движении. Самые мощные порталы – это Курсера и ДЭКС фьючер-лён из англоязычных. Есть еще какие-то порталы на китайском, на испанском языке. Там, может быть, если на китайском, то по центру, наверное, охватывает это с трудом, но думаю, что в ближайшее время охватит. Так, что дальше? Дальше еще интереснее. Кто, собственно, делает в наше время лучшие курсы? Повторюсь, это сделано по той методологии, которую мы сейчас рассмотрели. То есть на Курсы народ должен идти и должен оставлять отзывы. И эти отзывы должны быть положительными. Значит, основные разработчики лучших курсов, определенные по этой методике. Смотрите, несколько университетов, а именно три, разработали по пять курсов, попавших в рейтинг топ-100. Это массажистский технологический, это ожидаемо вполне. Это один из, так сказать, соавторов ИДЕКСа. А дальше немножко неожиданно. Университет Шеффилда, Великобритания, и университет Киптауна, Южная Африка. Вот. То есть такое ощущение, что участники мух движения, университеты разных стран, они вполне успешно продвигаются в наращивании качества создаваемых ими продуктов. И того глядя, так сказать, обгонят. По крайней мере, они очень активно в этом движении участвуют. Вот. Значит, и флагом в руки. Есть три университета, у которых четыре курса, по четыре курса вошли в топ-100. Это Стэнфорд. По понятным причинам. Это университет штата Мичиган. Университет штата Пенсильвания. Это, собственно, университеты, которые входят в топ-100 или топ-50 лучших университетов мира. И вот интересно, это американские университеты, и они как раз очень активно участвуют в мух движениях, в отличие от Гарварда и Оксфорда, которые совсем недавно, но относительно недавно, к этому движению присоединились. Которые тоже представлены в этом рейтинге, но совсем не настолько обильные, не настолько представительные там живут. Значит, так, Стэнфордский университет. А вот теперь у нас, мы определили, определили, кто, какие университеты сделали по пять курсов, вошедшие в топ-100, которые сделали по четыре курса. А сейчас я вас прошу, коллеги, написать мне, какие университеты разработали по три курса, вошедшие в топ-100. Вот мне очень интересно. Вот логика наших вебинаров про муки вообще, и логика сегодняшнего. Пожалуйста, вот три минуты на это потратим. Я вас просто очень прошу. Напишите, какие университеты по-вашему вошли, какие университеты смогли создать по три курса, которые вошли в топ-100. Кто там будет представлено? Могу вас попросить. Ну, как вам кажется, не надо долго думать над этим. Как интересно. Мой вопрос поставил у вас какой-то такой тупик. Ну, давайте подумаем тогда еще. Так, итак, еще раз повторю вопрос. Какие университеты смогли создать по три курса, вошедшие в топ-100? По три. Так, молчание. Ну, хорошо. Давайте тогда пойдем дальше сами. Вы в затруднении. Так вот, по три курса, вошедшие в топ-100, разработали, смотрите, Гонконг, Гватемала, Тасмания, так, ничего, да, то есть Австралия, Испания, Гватемала и Гонконг. И здесь еще вот технологический университет штата Джорджия, США. То есть, смотрите, то есть эти позиции, вернее, в топ-100 уже представлены достаточно новые университеты для нас. Ну, смотрите, вот университет Галилео, Гватемала, да. Вот. И австралийские очень хорошо это используют. И в результате, что мы можем сказать? Вот выводы. Основные разработчики лучших курсов. То есть, выводы, заключения по основным разработчикам. Как говорят мои английские коллеги, so what? То есть, это выводы. Я могу сказать, что в рейтинге хорошо представлены малоизвестные университеты. В том, что университет Гонконга, Гватемалы, Австралия. И я это склонна интерпретировать как так эгалитарность цифровой среды применительно к университетам. То есть, цифровая среда, она создает возможности обучения, равные возможности получить знания не только для индивидуумов, но для университетов вообще. То есть, для университетов в том числе. Это первое вывод, который я бы сделала. Второе. Университеты Лиги Плюща, так называемые, это Гарвард, Мель, Принстон, Стэнфорд, Кембридж, Оксфорд, так далее, они продолжают удерживать ведущие позиции в рейтинге. 20% всех курсов из топ-100 созданы университетов Лиги Плюща. Ну вот, если не больше. То есть, класс университета сказывается не только на тех курсах, которые они в своем кампусе преподают, но и в тех курсах, которые они предлагают в глобальном масштабе в виде массовых онлайн-курсов. И еще я бы добавила, что массовые онлайн-курсы продолжают оставаться основным инструментом продвижения университетов на мировой рынок. Это особенно относится к новым университетам. Но кто бы из нас узнал о том, что в Тасмане есть свой университет, который делает замечательные курсы. Без мук движений мы бы никогда не догадались, тем более, если речь идет об университете Готэмала. Ну, Гонконг еще можно себе представить, но то, что в Готэмале такие замечательные курсы делают, это бы до нас вряд ли бы дошло. Поэтому муки продолжают быть очень мощным инструментом продвижения университетов на мировой рынок. Интересно было посмотреть, что по дисциплинам. То есть, как бы, можно было бы предположить, что все эти лучшие курсы, они относятся только к определенным дисциплинам. Но на самом деле это не так. Вот смотрите, число курсов в этом рейтинге, топ-100. Из них 23 курса по технологиям, 16 по бизнесу, гуманитарные науки тоже 16, между прочим, ничуть не меньше, чем в бизнесе. Естественные науки чуть меньше, где-то 14. Личностное развитие, медицина и здравоохранение, инженерное дело, изучение иностранных языков. То есть, совсем, ситуация такая, что эти лучшие курсы продолжают создаваться по самым разным дисциплинам и соблюдается такой здоровый баланс. Вот этот здоровый баланс, этот термин, он сопровождает массу движения массовых онлайн-курсов с самого начала. Казалось бы, что массовые онлайн-курсы должны делать, допустим, только по бизнесу и менеджменту, потому что платежеспособен сегмент. Или IT, потому что там функционные технологии тоже очень быстрорастущие платежеспособен сегменты. Но нет, есть баланс, и слава богу, что он соблюдается, в том числе и в рейтинге топ-100. Так, значит, вот, собственно, доля распределения по дисциплине, то есть, доля разных дисциплин в этом рейтинге. По 23% это, значит, технологии бизнес. Так, минуточку. Технологии, то есть, 23% технологии, 18%, 16%, сейчас плохо видно, 16% это бизнес, 16% естественно, это гуманитарные науки, остальные чуть меньше, но в целом, вот такой баланс есть, и нет таких вообще вещей, чтобы вот гуманитарные науки выпадали, или, упаси боже, инженерное дело. Так, а теперь давайте посмотрим, какие же курсы попали в лучшие, в число лучших в разных дисциплинах. вот здесь, собственно, я, конструируя эту презентацию, поняла, что невозможно охватить весь рейтинг, поэтому мой подход был такой, я по каждой дисциплине сделала по 5 курсов, которые здесь разместила, как бы, чтобы представить, как эта дисциплина, как это направление, или как эта дисциплина представлена в этом рейтинге. Технологии, всего 23 курса, 5 из них вы сейчас видите. Это введение в интерактивное программирование на Питоне, прощаю ваше внимание. Это американский курс на Курсере преподается, рейтинг у них, у всех у них практически рейтинг пятерка, просто количество отзывов может быть разное. Тут оно тоже указано, в частности, введение в интерактивное программирование 3151. Программирование для всех. Осваиваем снова Питон. Машинное обучение, это, простите, в университете штата Мичиган, естественно, на Курсере 7200 отзывов. Так, машинное обучение, Стэнфордский университет через Курсера, 350 отзывов, рейтинг тоже 5. Это тот курс, который предложил Эндрю Энг, когда он снова вернулся в Курсеру. То есть, Эндрю, вы помните, да, что Дафна Коллер, Эндрю Энг, это два сооснователя портала Курсера. Это два молодых профессора, в области компьютерных наук и математики университета Стэнфордского. И они в 2011 году основали портал, который назвали Курсеры, который выстрелил таким немыслимым образом потянув за собой все онлайн-образование и образование вообще. И потом через некоторое время Эндрю Энг он оставил Курсеру, он занимается искусственным интеллектом, и потом он вернулся в Курсеру и предложил свой курс новый, который он называл машинное обучение. И туда сразу записалось очень много народу, прием, по-моему, был даже ограничен, но народу было очень много. и по нему получено 350 отзывов, он тут же очень быстро вошел в топ-100 лучших курсов. И, собственно, искусственный интеллект по Эндрю Энга состоит в том, чтобы машины начали работать без того, чтобы кто-то программировал человек, например. И такие компьютеры созданы. Я недавно с изумлением узнала, что тот самый компьютер, который обыграл Гарри Каспарова, был через какое-то время обыгран вообще с треском, причем обыгран разгромно, обыгран другим компьютером, который разработал Google, в котором был алгоритм вот этого самого машинного обучения. Причем этот компьютер начал готовиться к этому матчу с суперкомпьютером, который обыграл Гарри Каспарова в шахматы менее чем за сутки до начала этого матча. И вот такой потрясающий эффект. Очень интересные данные новые, я их не знала. И вот собственно машина программировалась, то есть алгоритмы она вырабатывает сама. Вот это и есть такое очень актуальное направление создания искусственного интеллекта, которое чревато всякими эмирджентными результатами, которыми нас пугают. Там, где машины сами себя учат, сами себя программируют, осталось только начать самих самих репродуцировать. Очень интересно. Так вот, вот курс он про это. Не мудрено, что он попал в число лучших, потому что люди туда тут же пошли учиться, оставлять отзывы, и эти отзывы были положительными. Итак, еще два курса по технологии. Введение в науку о компьютерах программирования используя питон Массачусетский технологический, рейтинг 4 на основе 122 отзывов, и учимся программировать основы, это университет Торонто, Канада, рейтинг 5 на основе 103 отзывов. Если попытаться сделать выводы из того, из 5 курсов, или на самом деле 23 курсов, из которых 5 приведено здесь, по технологии. Практически все технологии, вот эти все 23 курса, по-моему, просто все, может быть, 1-2, не по информационным технологиям, но фактически все это про информационные технологии, что неудивительно. Эти курсы представлены не только на глобальных порталах, но и на независимых. Появилось несколько независимых порталов, о которых мы говорили на предыдущих вебинарах по массовым онлайн-курсам, в частности, такой портал, как Индепендент и Complexity Explorer. Эти курсы по технологиям разрабатывают не только университеты, но и компании-разработчики. В частности, есть такой, в топ-100 вошел уже, по-моему, первый год такой курс, как картография. Это курс, разработан был компанией ESRI, которая разрабатывает программное обеспечение для составления карт. И вот на этом курсе я сама мечтаю обучиться, потому что я всегда любила карты, тем более, что картирование это один из инструментов тьютера. И вот на этом курсе, обучившись, люди начинают намного лучше составлять карты. Курс называется картография, преподаются, боюсь ошибиться, надо посмотреть лучше, на каком портале, по-моему, на Индепендент. И разработала компания, которая уже лет 50 занимается именно разработкой программного обеспечения. То есть, раньше она занималась составлением карт просто, а сейчас она еще программное обеспечение разрабатывает для составления карт. Некоторые курсы удерживаются в топ-100 годами. Вот этот машинное обучение от Эндрю Энга ему уже года 3-4. И он все время присутствует в этом рейтинге. Языки программирования. 75% курсов, которые вошли в топ-100 в области технологии, они все про питон. То есть, вот этот язык питон сейчас чрезвычайно популярен, на самых разных уровнях его изучают, но кроме питона есть и также ЧАК, есть Матлаб, есть Скала, но это в существенном меньшем количестве. есть еще в области технологии интересные курсы, которые ориентированы на деятелей искусства для музыкантов, художников, для того, чтобы, например, составлять саундтреки с эффектами, то есть, такие вот аудио презентации делать для художников и представлены они в основном портале Каденция, о котором мы тоже говорили. Это портал массовых онлайн-курсов, ориентированный на именно деятелей искусства. Вторая дисциплина представлена обильно в этом рейтинге это бизнес и менеджмент. Прошу прощения за такой мелкий шрифт, но я попытаюсь это немножко словами голосом проговорить. Школа стартапов это компания игр-комбинатора представлена в независимом портале Independent. Рейтинг 5 на основании 39 отзывов тут меньше отзывов это новый курс видно сразу. 6 сигма то есть если школа стартапов это подождите извините да я продолжу 6 сигма это метод 6 сигма он собственно для совершенствования процессов с фокусом на стадиях вот этот курс про определение измерения то есть метод 6 сигма это такой поэтапный метод из нескольких шагов то есть определение измерения анализ совершенствования контроль это для менеджеров происхождение если я не ошибаюсь японского используется он для совершенствования процесса в данном случае в этом курсе речь начнет в основном о стадиях определения то есть defined и измерения measure также здесь можно постигнуть базовые методы статистики следующий курс вот тут вот я как бы обращаю ваше внимание навыки презентации дизайн слайдов курс от Томского государственного университета предлагается на курсере я считаю что это повод поздравить себя сообщить об этом коллегам наш курс то есть курс нашего российского университета вошел в топ 100 за 2019 год это курс от Томского государственного университета который посвящен освоению навыков презентации а именно дизайну слайдов я считаю что мы все должны вот этот курс пройти просто не только из чувства патриотизма а потому что там реально вы научитесь делать слайды там что называется без дурахов предлагают очень качественное руководство поэтому в этой области то есть вас обеспечит набором инструментов для создания с одной стороны простых но сейчас принято достаточно простые слайды делать не увлекаться разными изобразительными средствами но они будут простые но понятные стилины тоже нестетичные презентации которые помогут вам улучшить собственные презентации в ближайшее время я тоже пойду туда учиться всем это рекомендую вот еще что маркетинг цифровую эпоху вот на самом деле про цифровой маркетинг достаточно много курсов на разных порталах я сама закончила такой курс на портале future learn данный курс разработан в университете штата Иринойс в университете предлагается на курс и по нему получен достаточно большое количество отзывов они положительные так еще Excel вот интересно да казалось бы Excel программа старая тем не менее очень популярный курс для освоения Excel основы и инструменты разработан он в Испании университете Валенсии предлагается на Юбексе тут на самом деле наверное туда тоже стоит пойти учиться например макросом да все пользуются Excel очень активно для меня это вообще любимый университет инструмент но я макросы до сих пор писать не умею вот надо будет пойти поучиться так какие же выводы можно сделать из рассмотрения курсов по бизнесу менеджменту здесь очень широкий спектр от как бы вечных навыков да инструменты Excel дизайн слайдов до навыков высокого уровня маркетинг цифровую эпоху собственно там вы маркетинг цифровую эпоху вы изучаете изощренные методы маркетинга да там всеканальные вот это омни ченнел концепция на примере кейсов цифровых компаний значит предпринимательство вам предлагают изучать и преуспевают в этом потому что курс вошел в рейтинг топ 100 от вечерных фондов и бизнес инкубаторов еще я хотела бы обратить ваше внимание что концепции остаются теми же самыми но меняется их применение то есть меняются кейсы которые вам предлагаются и способы применения маркетинг сейчас другой потому что у нас есть цифровой след и в общем постелизация персонализация индивидуализация актуальные кейсы следующее гуманитарные науки вот здесь вот интересный контент как лидер рейтинга в области гуманитарных наук хоуп хоуп это просто аббревиатура которая означает одиссея человечества к политическому дистанциализму что стоит одно название этого курса одиссея к политическому мало того что это политическому дистанциализму не очень понятно что для нашего службы так еще и одиссея то есть такой сложный известный путь это принстон принстонский университет разработал через гидекс автор этого курса сейчас не помню его фамилию он работает в штатах и в Израиле вот но курс про то что собственно что получается что нас объединяет и разъединяет и как мы можем собственно дожить до того когда наша человечность реализуется вот и интересный лозунг как бы пояснение на курсе вы сможете присоединиться к тем кто хочет исследовать не только жизнь свободы и обретение счастья как сейчас это было но также смерть свободы и обретение смысла вот это ключевое слово смысл да это очень актуально сейчас потому что в области образования и фьюторство например ориентировано на то чтобы помогать обрести смысл а я цифровой фьютор да так хорошо дальше что такое сознание университет Киптауна предлагается нахуй член опять попытка на самом деле направление нейробиология одно из самых прорывных направлений современной науки изучаются научные философские концепции но более уместно в контексте понимания нашего сознания сейчас это очень важно есть запрос на понимание сознания потому что как написал основатель коннективизма как теории образования Сименс Джеймс по-моему Джордж не помню точно в 2008 году в своей статье он предлагал как бы такие образовая теория образования как бихавиаризм когнитивизм когнитивизм старели потому что они просто никак не объясняют не могут интерпретировать ситуацию когда важнейшие функции сознания выполняются вне этого сознания мы только что видели курс машин леонинга от Эндрю Энга из Стэнфордского университета где собственно программирование компьютеров происходит за счет самих компьютеров то есть вот это понимание сознания это сейчас очень актуально видимо поэтому этот курс очень популярен и тут много достаточно хороших хобби так вот Гарвардский университет представил курс который называется справедливость на индексе вот ведение философии морали и политики то есть вот такие вещи как мораль политика их изучение остается актуальным в наше время дальше политика вот университет Лейдена на курсере почему-то разместил политика Европейского Союза ее применение заставим Европу работать вот здесь можно на самом деле много чего узнать полезного то есть как в Европейском Союзе готовится и принимается решение как работает как бы вся вот эта система с которой мы постоянно конфликтуем мы я имею ввиду как страна наверное да вот и узнать что там реально происходит этот курс подает возможность так и вот университет Эдинбурга тоже предлагает на курсе рекурс познай себя ценности огречения самопознания глубокий психологический значит согласно легенде на стенах храма Дельфа было два изречения первое из них ничего слишком второе познай самого себя вот и вот второе предостережение познай самого себя исследуется в этом курсе и оно даст возможность понять что такое самопознание какие ограничения оно несет вот и видимо вот как бы в рамках такого очень актуального запроса как мы ограничивая себя сможем себя познать или наоборот и как это нам поможет жить наполненной счастливой жизнью так вот если посмотреть на извините на гуманитарные науки минуту так сказать на лучшие курсы в области гуманитарных наук что интересно там во-первых тенденция от сложности тенденция к сложности помните много лет фактически пять последних лет так сказать вернее когда началось вот это движение массовых онлайн курсов его как правило отрицали вот наши например у нас в России то есть это все мода кстати некоторые сейчас умудряются вот в этом убеждении пребывать это пройдет это все как бы временное веяние это надо обращать внимание потом стали упрекать онлайн образователи в том что они учат примитивно абсолютно вещам примитивно учат примитивно вещам и что сама тенденция массовых онлайн курсов это примитивизация ничего подобного вот смотрите тенденция к сложности первое место среди лучших онлайн курсов в области гуманитарных наук одессея человечества политического дистанциализма так так я отвечу мне надо наверное быстрее заканчивать с рейтингом потому что очень интересные вопросы так во вторых гуманитарных науках курсы быстрее обновляются если сравнить с версией от восемнадцатого года то там больше обновлений чем допустим с инженерным делом что в общем-то не длитно так естественные науки естественные науки тут интересны статус с одной стороны есть курсы просто классику естественно горы 101 канадский курс университет провинции Альберта здесь много чего можно узнать о горном мире междисциплинарные знания получить по физике биологии гуманитарным аспектам жизни в горах это на самом деле действительно гуманитарные аспекты там совершенно разные мой опыт общения с горами с горным миром приводит именно к этому что там психологически как бы сильно другое другое самоощущение так вот интересный очень курс тоже от Кейптауна вымирание прошлое будущее вымирание известно что было 5 периодов вымирания живых организмов и они изучаются откуда берется разнообразие жизни что происходит в период вымирания какова вероятность того что вымирание еще будут следующий курс ведения в сложности университет Калифорнии в Санта-Фе самый крупный университет мира и соответственно штатов так инструменты которые используются для понимания сложных систем в том числе динамика хаос фракталы теория информации самоорганизация агентное моделирование и сети вот это на самом деле очень актуальная штука потому что динамика и хаос конечно сейчас хотелось чтобы их понимать лучше то что происходит сейчас пусть он конечно много бы для этого дал еще квантовая механика для всех университет Джорджтауна штаты фундаментальная основа квантовой механики на уровне доступна для всех тоже очень интересная штука пойти бы поучиться хотя бы как бы постигнуть эту стандартную модель очередной очередной раз для себя повторить чем лептоны отличаются от фотонов а кварки от бозонов периодически я пытаюсь это для себя закрепить но не очень получается но путем повторения матьючения периодически выращаясь к нему я все-таки начинаю это лучше помнить даже сейчас вам несколько типов элементарных частиц свободно назвала введение в динамические системы хаос то же университет калифорнии представлен этот курс на комплекс этот эксплуатер новый независимый портал динамические системы это сейчас чрезвычайно тоже актуально динамические системы равновесны и полностью равновесны частично потому что сейчас все меняется именно так что приходится обучаться и постигать не столько классическую динамику сколько динамические системы так присмотреть что у естественной науки более стабильный состав участников ориентация на Сложность и изменение, как и в гуманитарных науках. Смотрите, мы говорили сложность, динамические системы, фракталы и так далее. Ориентация в естественных науках, то есть востребованные и высоко оценятся курсы про сложность и изменения. Но есть и просветительские курсы, например, квантовая механика для всех. Замечательно. Есть курсы про личностное развитие и самосовершенствование. Самый известный курс. Учимся учиться, мощные ментальные университеты, помогающие нам осваивать трудные предметы. Этот курс написала Барбара Окли, которая была гостем последней выставки от Кранч в Москве. На этот курс записалось 2,7 миллиона слушателей. Это больше, чем на все курсы Гарварда вместе взятые. Вот это, что называется, запрос на новые методы обучения. Запрос на более другое или более глубокое понимание того, что происходит в нашем мозгу, чтобы это использовать, чтобы учиться с пользой удовольствием. И здесь предлагается изучать техники, которые используются в самых разных областях, эксперты. И про стратегии обучения. Как мозг формирует эти стратегии, как он упаковывает информацию. Еще наука каждодневного мышления. Видите, это такой оксимором какой-то. С одной стороны, мышление каждодневное, казалось, оно должно быть простым, а в то же время это наука про это мышление. На самом деле, как лучше думать, аргументировать и делать выбор. Очень, на самом деле, полезная вещь. Даже на бытовом уровне, наверное, это будет очень интересно и полезно. Вы, наверное, поняли, что когда знакомиться с этими рейтингами, возникает непреодолимое желание бежать и тут же начать учиться на этих курсах. А вот наполненная и счастливая жизнь. Это старый курс, ему уже не меньше 5-6 лет. Составлен он в Индийской школе бизнеса. Преподает и предлагается на курсере. Содержание взятое из разных областей знаний. И там, собственно, предлагаются способы жить жизненаполненной и счастливой, оставив как-то в стороне понимание того, что такое успех. Понимаете, потому что успешные люди, они сталкиваются в какой-то момент с тем, что да, у них есть успех, но это не делает их счастливее. Потому что приходится бежать все время еще быстрее, быстрее, быстрее для того, чтобы сохранить вот эту успешность внешнюю. А стоит ли это делать? И вот этот курс, он помогает на это ответить. И это безумно популярный курс постоянно. Он сравним по количеству слушателей с курсом Барбары Окли. Учимся учиться. Ментальные инструменты, полагающие нам осваивать трудные предметы. Вот, и смотрите, еще один курс про то, как учиться. Университет Мексики. Он так и называется, учеба. Он, правда, испаноязычный, поэтому я его освоить вряд ли смогу. Но вам помогут развить учебные навыки, которые помогут вам учиться дальше с еще большей пользой удовольствием. Университет от австралийского, вернее, курс от австралийского университета Джона Монаша. Поддержание осознанной жизни. То есть, видите, смыслы, осознанность, сложность, выбор того, что вам позволяет жить счастливо, наполненной, осмысленной жизнью, осознанной. Вот это востребовано и в личном развитии, в личностном развитии, в гуманитарных науках. То есть, здесь вы освоите техники поддержания внимания, что в наших условиях жизни с многозадачностью очень актуально улучшить свои коммуникации и связи. То есть, эмоционально станете более здоровыми. Ну, совершенно замечательная программа этого курса. Просто хочется сразу их убежать. Значит, личностное развитие. Какое заключение? Есть запрос на познание того, что такое наш мозг, что такое сознание и как нам учиться в наше время, как учить детей, чему учить. Очень мощный запрос есть. Вот в личностном развитии это очень хорошо видно на примере этого рейтинга. Медицина и здравоохранение. Еще одна область. Успокойтесь, нам осталось совсем немножко. Это понимание. Здесь много курсов про так называемые болезни возраста, которые раньше так назывались. Ну, например, деменция. Значит, как следует фактически этот курс для тех, кто сопровождает человека, которого постигло это несчастье. Эти семьи, как им, значит, помочь, значит, смягчить симптомы, да, какие меры могут, значит, меры терапевтические и поведенческие помогут помочь при этом заболеванию. Рассеянный склероз, да, причем это на независимом портале, предлагается на портале независимом, то есть это такой небольшой портал, который размещает курсы, так сказать, не от глобальных провайдеров, а от более, так сказать, от региональных университетов, которые, я имею в виду, вот, малоизвестных, менее известных университетов, чем, скажем, Стэнфор. Профилактика старческого слабоумия, это тоже про деменцию. Вот, вот, интересный курс. Да, еще медицина и науки о мозге, это тоже, в общем-то, из той же оперы. И гуманизация, здравоохранение, да, медицина и искусство. Это университет Кейктауна предлагает на фьючерлен, тема, которая на пересечении медицины и гуманитарных наук, как сделать медицину более, значит, как гуманизировать вот ту среду, где вот человек проходит какое-то лечение, вот, иногда в течение достаточно длительных периодов. Вот, что мы можем сказать в целом? Конечно, медицина и здравоохранение центром является, как бы, основным ориентиром, да, основным фокусом курсов, которые вошли в топ-100 в области медицины и здравоохранения, это науки о мозге, наэросайенсы, мы это уже видели. Вот, профилактика лечения возраста, что очень актуально в связи, в нашем случае, с раздвижкой пенсионного возраста на более поздние периоды и гуманизация медицины. Так, инженерное дело. Здесь, так сказать, тоже, смотрите, что контуры электроника, базовый анализ контуров, мастер-шитетский технологический, совершенно классический курс от совершенно классического университета, который в этой области работал всегда. Да, вот, и, но здесь техники изучаются какие? Которые необходимы для дизайна микрочипов, используемых в смартфонах, то есть техники-то, на самом деле, контур, это вообще, как бы, вещь, которой, там, лет очень много. Базовая, и анализ-то базовый, но, тем не менее, вот здесь вы получите техники, которые нужны для дизайна микрочипов, вот, для использования очень-очень современных гаджетов. Матричные алгебры для инженеров. У меня тут университета Гонконга. Матрицы, линейные алгебры, которые необходимы для инженеров. В помощь инженеров очень другое. Введение математическое мышление. Это Стэнфорд. И, на самом деле, это математическое мышление не про то, как примеры решать, а про нестандартность математического мышления. Потому что, оказывается, ключевая особенность математического мышления – это как разлива нестандартности. Это очень ценный параметр, характеристика в наше время. И курс помогает развить эту критически важную способность. Введение в инженерную механику от технологического университета штата Джорджия. Это, собственно, про, значит, это часть программы целой. И там используются концепции с предыдущих курсов, которые изучались слушателями ранее при изучении основ математики и физики. То есть нужна какая-то подготовка здесь примерно небольшая. Кстати, в малом проценте случаев курсы даже лучше требуют какие-то, как говорят, омельчание про реквизит или какой-то предварительной подготовки. Какой-то предварительный уровень. Механика материалов. Основа напряжения и деформация осевой нагрузки. Вот типичный такой супромат. Что можно сказать в целом про инженерное дело? Баланс гуманитарных и естественных инженерных наук. Не исчезать, несмотря на засилье, бурное развитие АТИ, нейронаук, биотехнологии. Остается баланс инженерной науки. Здесь в рейтинге представлены, точно так же, как они представлены в массовых онлайн-курсах. И они продолжают оставаться востребованы. Изучение иностранных языков. Английский в раннем детстве. Британский совет. Британский совет очень хорошо делает курсы по изучению иностранных языков, особенно английского. И здесь вот на самом деле для нас, для всех, как потенциальных родителей, как бабушек и дедушек. На самом деле надо посмотреть, здесь можно обучиться тому, как маленькие дети учат английский. И как им помочь в этом деле продвигаться. А вот китайский язык. Китайский язык сейчас очень актуальный. То есть изучение его предлагается в массе курсов. Вот этому курсу китайский язык от Циньхуа начните говорить на языке, на котором было чуть не полтора миллиарда людей. Этому курсу тоже уже давно лет пять. Я его вижу в постоянном составе мухов. И я его вижу... Кстати, это разработчик университета Циньхуа. Но я что-то не написала здесь, где он предлагается. Полно курсы. Он давно предлагается и остается в этом рейтинге достаточно давно. Введение в нидерландский язык. Вот здесь я обращаю ваше внимание на университет Грёнингена. Это не первый курс. Я очень хорошо изучила некоторые курсы из этого университета. Вообще, вот чем хороши европейские университеты как разработчики, они делают курсы про, так сказать, не самые, может быть, а горячие темы, но очень глубоко их освещают. И вот университет Грёнинга разработал курс введения нидерландский язык. Я уверена, что это очень такой доходчивый, понятный курс, который помогает хотя бы на начальном уровне пользоваться нидерландским языком. Это язык германской группы. И вводный трехнедельный курс. Вы получите о нем представление не только из этого курса, представление не только о языке, но и о культуре нидерландов, которая богатая и достаточно древняя. Дальше. Основной испанский. Еще один шаг вперед. Валенция предлагается... Университет Валенсии предлагает Сангидекс. Здесь тоже интересно изучается не только испанский язык, но также культура Испании и Валенсии. Специально для англоязычных. Не знаю, насколько он подходит русским, но думаю, что русскоязычным. Думаю, что достаточно хорошо. Играется английский на рабочем месте. Это опять британский совет через Кьючулен. Кстати, из всех порталов, я уже это говорила не раз, из всех порталов, провайдеров массовых онлайн-курсов, самый лучший английский – это на Кьючулен. Самый правильный, самый вкусный. Поэтому, если вы захотите последовать моему совету и начать изучать английский через изучение онлайн-курсов, то лучше всего это делать на Кьючулен. Хотя на Курсере он может быть немножко проще. Но на Кьючулен для более продвинутых. Это действительно очень-очень здорово. И это специально английский для тех, кто нуждается в новой работе, в спешной карьере. А кто из нас в этом не нуждается? Изучение иностранных языков. Какие выводы можем сделать? Есть, во-первых, разнообразие изучаемых языков. Конечно, английский, скорее всего, это будут самые массовые курсы по изучению английского языка. Я вам напомню, что самый массовый онлайн-курс в истории – это курс по подготовке к сдаче теста по английскому языку. В определенной системе, сейчас, боюсь, воспроизведу неправильно название этой системы, туда записалось одновременно полмиллиона курсов. С одной стороны, разнообразие изучаемых языков, с другой стороны, разнообразие подходов и методов. Английский в раннем детстве, например. Итак, какие же выводы можно сделать из рассмотрения этого рейтинга? Ну, они вряд ли оригинальны, но, собственно, они про то же. Современное образование – это огромное поле ресурсов. Особенно, если говорить об онлайн-образовании. И вы обязательно для себя найдете не просто курс, а просто очень хороший курс. Надо только поискать. Хороший как с точки зрения темы, так с точки зрения структуры, самого учебного процесса. То есть курс, который обеспечит вам замечательный, совершенно образовательный опыт. А сейчас я хочу перейти к вопросам. Вот есть вопросы от Александра Александровича Андреева. Есть ли данные по рейтингу в России? Рейтинг курсов. Ну, вы знаете, если взять, допустим, за основу оценивания онлайн-курсов, которые проведены в рамках конкурса «Эткранч Аворд», то да, такие данные есть. Даже, так сказать, на выставке, на конференции «Эткранч» в начале октября вручали дипломы. В разных номинациях, в лучшем нашим онлайн-курсом. В прошлом году это был курс по освоению МУДО. А в этом году, я даже не помню, было много номинаций. Вот, конечно, эти данные есть. Отзывы пишут по шаблону или в произвольной форме. Вы знаете, там сочетание, как правило. То есть, это опросник, опросы есть закрытые, есть вопросы открытые. То есть, обязательно есть какие-то комментарии типа, а что бы вы изменили, что бы вы улучшили, что вы считаете не самым лучшим, а что наоборот лучшим. Вот эта парадигма сохраняется. Да, за ТГУ мы все чрезвычайно рады. Нельзя ли сбросить ссылку? Эльвира Алиевна, ссылку на что? Александр Александрович, вы спрашиваете, как найти ссылки на мои предыдущие вебинары по МУКам? По-моему, я вам уже сбрасывала через Пал Юрьевича. Но есть, так сказать, архив записи вебинаров через Пал Юрьевича. Их всегда можно найти. Вот сейчас вот на скидку не готова. Не знаю, где найти эту ссылку. Я немножко с другого компьютера сегодня, потому что на том компьютере, с которым я работала всегда, там почему-то флеш не запускается. Поэтому, так сказать, давайте после вебинара мы обязательно вам эту ссылку сбросим с Пал Юрьевичем. Теперь, Эльвира Алиевна, нельзя ли сбросить ссылку на курс Томского университета? Мы можем разместить его у себя в СДО-реково обязательно. Вот так, минуту, на курс Томского университета. Конечно, можно, несомненно. Только вот мне нужно для этого добраться до другого своего компьютера, до другого компьютера. Так, Эльвира Алиевна, давайте тогда решим... Так, вы можете меня найти на Фейсбуке? Я вам кину. Вот, но почта моя... Сейчас я напишу... Ещё раз свою почту. Или даже могу попытаться. Не можете найти на Фейсбуке. Так. Так, милочку, сейчас мы... Сейчас я попытаюсь просто ссылку вытащить. Так, пока всё это запускается. Вопрос. Можно сказать обобщённо. По каким основным критериям даётся оценка курсов и формируется рейтинг? Рейтинг формируется на основании сейбайсовской вероятности того, что этот курс получит положительный отзыв. Байсовской, средней байсовской вероятности того, что этот курс получит положительный отзыв. Методологию я излагала вот в первых... В первых слайдах. Так, сейчас мы найдём вот лучшие курсы. Буквально сейчас Томский университет. Бизнес и менеджмент. Нет. Навыки презентации. Минуточку. Так, смотрим. Так. Так. Давайте не будем затруднять других. Давайте после этого свяжемся. Эльвира Алиевна, да. Давайте я вам написала вот почту. Есть. Моя вот она почта. В чате непосредственно. Поэтому напишите мне на почту, я вам всё это пришлю. Ага, так. Есть ещё. Так. Так. Больше вопросов, видимо, нет. Так. Могу найти... Ну, найдите на Фейсбуке, да. Основные ресурсы муков на русском. Значит, Надежда Валерьевна спрашивает. Мы с вами, вот, предыдущие мои вебинары, в частности, кричащие, молчащие порталы, и вообще первый наш вебинар был про массовые онлайн-курсы, и там речь шла о русскоязычных порталах, которые предлагают русскоязычные курсы. Это, конечно, национальная платформа открытого образования, это Лекториум, это Универсариум, это Юнивеб, это Степик, это... Что же ещё там есть? То есть уже достаточно много. Это на самом деле и Стэнфорд, то есть есть порталы, значит, компаний, университетов, и единая вот национальная платформа. И другие. Вот, это, на самом деле, Академия Хана, очень много русскоязычных там курсов, вот, мини-курсов, мини-лекций. Вот, это МЭШ, Московская электронная школа. Вот такие вот русскоязычные порталы, вернее, провайдеры русскоязычных курсов. То есть их достаточно много. Вот, коллеги, ну, я вижу, что вопросы закончились. Вот, до свидания, уже народ говорит. Действительно, пора заканчивать, уже 15 минут мы просрочили. Я передаю слово Павлу Юрьевичу Калинникову для завершения нашего вебинара. Большое спасибо, что были с нами. Я надеюсь, что вам понравилось.